всем привет друзья в общем лучах заходящего солнца немножко запишу вам сдачи потому что не был я здесь практически неделю работал и среди недели не было возможности вчера тоже целый день прошел войну но сегодня воскресенье решил выехать так ну немножко прибрал немножко завел также гриль сейчас у меня там несколько сосисек я сжег несколько палочек ну дровишек и сейчас догорит пожарю сосиски немножко прибрался подмел убрал листву которая здесь была кроме грядок в грядках ладно замучивал вот в той стороне компост насыпал вот и убрался по дорожке в той стороне так ну что еще применил сейчас покажу такой компост без ленивым не знаю вообще как им пользоваться вот ну как здесь показано на рисунке вы просто вот эту вот штуку добавляете в компост и все и пусть она лежит вот но у меня компостная куча она там полная из-за солнца не видно вот здесь у меня листья я сюда тоже немножко насыпал и залил водой вот ладно пусть здесь лежит и также у меня есть пакет в которую тоже я также все это насыпал там листья немножко земли вот ну не знаю что получится в общем посмотрю вот новая компостная куча в общем она немножко маленькая я не знаю насколько на литр вот и в общем я ее хочу еще тут такую чтобы допустим в этой части у меня было 2 она пол вот так сейчас я достану пилу и покажу какая у меня пила и как вообще ей пилите отпилю еще одну туйку вот который здесь торчит так в принципе все что еще не показывал то что я сюда перенес неплодородную землю плодородную здесь оставил на потом не обещали еще земли скорее всего я подкину в эту часть потому что здесь немножко идет провальчик так друзья я в общем не знаю куда поставить камеру поставил таким вот образом и так вот смотрите это то что я недавно приобрел это ну по-русски так называемый электро лобзик но все привыкли стандартной модели без вот этой вот части для чего она нужна здесь еще лежит такая тефлоновая пластмасска которую скрепляет вот эти вот два элемента и вы в принципе можете или так допустим пили до пилка вставляете вот или сняв ее но легким движением руки вы из пилки до превращаете вот такую штуку обыкновенную пилу вот по дереву у нас на желчка так сейчас я еще так приловчиться вставляем вовнутрь так не попало вот фил вставляем вовнутрь фиксируем все и она готова к работе можно в принципе что так ее использовать можно допустим и вот таким вот образом да у вас будет вот такой длинный лобзик но ее можно использовать как пилу все пойдем пилить так друзья буду подпиливать одной рукой поэтому может быть что-то не получится оптс да немножко ну как плохо потому что ее очень много падает как всякой фигни нет она немножко зажимает в общем не надо использовать две руки вот вот попробуем здесь в общем нужно к ней приловчиться да к этой пиле срезал я туйку уже подсыхающую ну и в общем я в этой части все их удалю не такие не нужны высокие заместо этого что-нибудь другое не сюда внесем вот в общем нормально такой помощник я думаю допустим плодовые ветви очень хорошо будет резать и также если допустим мы будем брать какие-то плоские но на специальной поверхности если все это делать то будет очень-очень хорошо так ну что тут у нас практически готова все еще оставлю сосиски совсем немножко в общем поднял немножко повыше что-то чтобы прогрелись и не сгорели угли разжигая вот такой вот штуки от фирмы теникер это практически тот же как и выбор но только более дешевый вариант вот но здесь довольно таки жарко терпимо но вот чувствуется что жара выше конечно уже не так ниже да вот на этом уровне очень хорошо прогревает но вот друзья день близится к своему логическому завершения ой съел пару сосисек чему собственный мир от угольки будут догорать красный раскачегарил здесь я собрал всякие ветви жаль нет у меня место для компоста сейчас бы я это заложил может быть закидал еще и листьями потому что листья еще есть вот ну на следующий раз на следующий раз наверно вот эти все сгнившие доски которые здесь есть тоже попилю и побросая тоже до этой кучи но и надо будет вот убрать вот эти вот сухие видите хорошо видно границы где сухие где выбрать отсюда плодородной земли и перетаскать вот ту которую меня принципе вот здесь вот лежит да со временем со временем она потом тоже станет более-менее потому что там буду сажать сидерата которые ее облагородят будет вот такая черная вот ну а так все на сегодняшний день сегодняшний день как видите заканчивается он самолет летит всем привет друзья это уже очередное дальше воскресенье это не в тот день когда я записывал в общем на топтался намахался устал фу сейчас передохну и надо будет попробовать одну штуку против травы вот сделано сегодня было достаточно и сейчас я вам покажу в общем друзья как оказывается самые лучшие батарейки это наверное те которые вы берете на 4 ампера вот сейчас я ее проверю видите она еще полная это несмотря на то что я в прошлый раз работал и в этот раз работал а вот в прошлый раз в начале я пробовал вот это вот зарядилась не может быть вот а так она была вообще разряжена чуть-чуть ножов золы которую завтра внизу на поверхность почвы так тут я выкорчевал еще сколько это получается еще одну да а нет получается вот короткая и выкорчевал только и вот эту длинную тоже я ее выкорчевал вот еще одна остается то которая вообще зеленый и буду удалять вот перебрал потом всего вот в этой компостной кучей перезаложил ее вот заново так здесь получается я буду дальше видите вот этот заборчик убирать мне не нужен вот и там я обнаружил плитку вот который давно не это не выбиралась и там под туйкой дальше идут перегной ну по крайней мере вот одну я еще уберу а потом не знаю может быть может быть полностью уберем потому что будет бросать тень сюда на небольшие грядки пока что больше мы не будем делать и что еще я сделал что еще так я здесь начал закладывать такую импровизированную компостную кучу вот но это пока начало дальше я обложу но сделаю такую штакетник вот поставлю все все это скреплю вот и буду закидывать дальше там ветки посмотрим вот потому что нужно компост еще что друзья обнаружил я обнаружил вот у меня стоит бочки и сюда по идее должна сливаться вода но она не сливается дело в том друзья что она видите стык сейчас наеду этот стычок в общем все это сделано неправильно и стык у нас сейчас и стык у нас дырявый и вода просто напросто она течет вниз в общем нужно делать полностью этот канал также я обнаружил что у меня здесь идет два покрытия это такой прозрачный шифер и в россии так называемый евро шифер который используется только для домиков покрывается ими домики этим евро шифером но никак не жилые дома потому что видите он начинает он его коробить вот в общем он выглядит не презентабельно так что еще что еще хотел ну то допустим земля она будет потихоньку насыпаться если мы посмотрим то как раз в этом месте как бы идет но вот яма да и я думаю что я эту землю буду распространять здесь чтобы немножко выровнять горизонт в общем из-под туй до земля уйдет и еще сосед говорил что он там что-то строить собирается поэтому мы земля не нужна и наверное тоже вот в этом месте как раз получается яма и в этом месте нужно будет насыпать земли хоть немножко выровнять ну а так в принципе все ничего сегодня не копал не буду копать вот ну кроме того что здесь и рядом с ту ими дел а так все больше ничего копать не буду ям наверное еще одно здесь сделаю для черной смородины вот где вот этим но это в следующий раз и еще одна яма для пересадки этих малины все ну а в этой части я думаю вот это надо все выкачевывать потому что здесь получается ту и убрали объедите по и про пролезли туйки да получается кое-где на и на ту и остались они там растут вот их не выкорчевывали вот видите туй туй и и плюш вот и надо все это вычищать вырубать корни как раз хорошо помогает топорик топориком подрубаю в земле потому что было это уже силу нету лопатой ударить и топориком очень хорошо все это уходит ну вот в принципе в принципе вот так вот хоть сегодня и воскресенье но все равно люди гуляют приходят выходили заходили посмотрели говорит а мы знаем тут много хозяева неплохая дача ну сказали хорошим хорошим ну я считаю неплохо вот ладно буду собираться надеюсь что это видео вы сегодня увидеть как пахнет яблоками из домика лежат яблоки яблоки соседнего участка втянули в себя и запах газонокосилки бензин и и